Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Норникель увеличил экспорт редких металлов в Китай в 300 раз. По итогам января и февраля 2023 года российская компания Норильский Никель по данным РБК увеличила экспорт платины в Китай почти в 300 раз. По данным Главного таможенного управления КНР импорт китайскими компаниями платины из России за первые два месяца 2023 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2022 года в стоимосном выражении в 265 раз с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов. Помимо платины китайские компании активно нарастили импорт других редкоземельных металлов из России. За январь-февраль 2023 года экспорт российского палладия в физическом выражении в Китай вырос 8,5 раз, а родия, являющегося одним из самых редких и дорогих драгоценных металлов на планете, 7 раз до 200 килограмм. Перечисленные металлы активно используются китайскими предприятиями в производстве катализаторов различного назначения. В середине прошлого года США и ЕС ввели персональные санкции против главы компании Норильский Никель Владимира Потанина. Несмотря на то, что в отношении самой компании никаких санкционных ограничений не вводилось, Владимир Потанин в конце 2022 года заявил о необходимости переориентировать значительный объем поставок российских драгоценных металлов из Европы в Азию в 2023 году. По итогам 2022 года Норникель экспортировал 47% добываемых металлов европейским потребителям и 31% азиатским. Еще 15% драгоценных металлов отгружалось в адрес партнеров из Северно-Южной Америки и оставшиеся 7% поставлялись в страны СНГ. Иными словами, европейский рынок сбыта металлов был для норильского никеля основным. Нет сомнений, что по итогам текущего года ключевым рынком сбыта продукции станет Азия и конкретно Китай. Отмечу, что быстрый разворот норникеля на восток существенно усложнит реализацию плана Евросоюза по сокращению зависимости от поставок китайских драгоценных металлов. Россия занимала второе место после Китая в поставках данной продукции в страны ЕС. Стоит также отметить, что к настоящему времени Россия является крупнейшим поставщиком палладий в мире с рыночной долей в 40%, третьим по объемам экспортерам никеля, третьей стороной в мире по объему производства титана и второй стороной в мире по объему производства роде.